Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlog и в Майами. Сегодня у нас предстоит интересный разговор, интересное видео. Хочу вас познакомить с Валерием Спиридоновым. Я думаю, что твое лицо многим знакомо. Тем, кто не знаком, хочу рассказать о том, о чем мы сегодня поговорим. Поговорим, конечно же, о том, как в Майами обстоят дела с IT. И, конечно же, поговорим о твоем пути в программирование, поговорим о том, как люди с ограниченными возможностями себя могут реализовать в этой профессии. Привет, Валерий! Привет! Ну, во-первых, у меня такой вопрос, который, наверное, многим людям не то чтобы не дает покоя, но он в какой-то степени дискомфортен. Вот есть различные эвфемизмы, да? Такие как, например, disabled people, people with disabilities, people with special needs. Также они существуют различные на русском. Есть ли у тебя какие-то предпочтения? Ты знаешь, есть простое определение. Вот это вот слово «инвалид» означает «непригодный к чему бы то ни было». То есть оно появилось после, насколько я знаю, какой-то из войн, то ли Первой мировой, то ли еще до этого. Я предпочитаю термин «люди с ограниченными физическими возможностями». Он длинный, витиеватый, но он описывает ровно то, что он описывает. Потому что все другие ограничения, они действительно очень условные. Они больше находятся в головах, чем в реальной жизни. Здорово. Я думаю, что как раз-таки это видео, отчасти его миссия в том, чтобы это доказать. Хотелось бы, конечно, наверное, начать с такой истории, которой ты появился в медиа. Не могу ее обойти, правда, стороной, потому что она вызвала определенный резонанс. И для тех, кто не знает, я напомню, что ты был претендентом номер один на операцию по пересадке головы. И расскажи вот о том, когда ты узнал, что такая существует возможность. Как ты на это решился? Что ты чувствовал? В первую очередь я хочу сказать, что это была для меня не новость, когда я это узнал, потому что еще лет в 10 я интересовался работами Демихова, работами Роберта Уайта, которые занимались примерно тем же. Они занимались трансплантацией туловищ, либо голов, кому как удобнее называть, на животных, на приматах, на собаках. И уже тогда, лет в 10, мне казалось, что это достаточно интересная технология, которая при ее развитии могла бы получить применение в медицине. То есть в случае, когда никакое другое средство неприменимо для спасения жизни, такой вот крайний вариант мог бы быть рассмотрен в качестве варианта лечения. То есть либо это для людей с какими-то последними степенями онкологии, либо еще чего-то. То есть как сегодня работает закон по трансплантации, который определяет, кому и что необходимо пересаживать, так могла бы работать и эта технология, если бы она была доведена до ума. Тогда я получил опыт неоднозначной реакции людей на работу Демихова и Уайта, потому что люди действительно воспринимали многое из-за того, что они делали в штыки, по той простой причине, что вопросы этики, вопросы морали и вещи с этим связаны, законности в первую очередь, поднимались тогда и были не решены. Но сегодня, мне кажется, что эта операция мало отличается от любой трансплантации, и я не думаю, что здесь какие-то проблемы. Но когда Канаверро появился в эфире с этим предложением, мы еще не были с ним знакомы, я понимал, что ему понадобится поддержка, ему понадобится человек, который будет объяснять, для чего это надо, кому это может помочь, насколько это необходимо не для меня лично, а для большого количества людей, у которых либо травма позвоночника, либо какие-то другие заболевания, связанные с органами людьерной системы. Потому что с чем пришел Канаверро? Канаверро пришел с решением, которое позволяет связывать ткани спинного мозга для обеспечения проводимости сигнала. То есть все остальное, сшивать сосуды, соединять костные ткани, врачи умели и до него, это не было проблемой. А Канаверро именно пришел с решением по восстановлению нервной проводимости. То есть в том виде, который он это предлагал, конечно, это выглядело слишком радикально, но для лечения травм позвоночника это могло бы подойти очень хорошо. То есть склеивать обратно поврежденные участки спинного мозга было бы здорово для тех людей, которые по той или иной причине вытратили подвижность, вытратили способность передвигаться самостоятельно или вытратили функцию управления конечностями. Я видел свою миссию в том, чтобы донести до общественного мнения, до людей, что время этой технологии пришло и развивая ее, мы могли бы спасти большое количество жизней. То есть я понимал, что Канаверу понадобится общественная поддержка, ему понадобится финансовая поддержка, а он уже мог бы заниматься какой-то своей научной деятельностью. Я предлагал ему свое участие в этих двух аспектах. Он принял его в плане моей общественной деятельности, потому что он знал, насколько я информирован уже был об этих работах и разработках. Поэтому мы достаточно плотно сотрудничали, наверное, год-полтора в этом плане. Насколько мне изучить удалось, конечно, я не вдавалась слишком глубоко в эту тему, ну, по крайней мере, какие-то такие источники, как Википедия, я изучала, что до этого момента ни одна операция, даже, которая проводилась на животных, они не увенчались абсолютным успехом. То есть животные, если у них какое-то было функционирование, то оно прекращалось, по-моему, максимум через месяц. Да, это правда. Тебе не было страшно? Мне, конечно, не было страшно, потому что я понимал, какой объем работы еще предстоит сделать для того, чтобы подобные операции стали хотя бы сколько-нибудь безопасными, да? И я считал, что моя функция заключается в обеспечении вот той поддержки, которая необходима канаверу на этапе завершения разработки. То есть на этапе проведения дополнительных клинических исследований, на этапе дополнительных проверок и тестов с животными я был готов к тому, что это будет длиться какое-то время. То есть его работы в Китае проходили, по-моему, в течение года. К сожалению, я не знаю, чем они закончились, потому что с тех пор, как он уехал в Китай, мы с ним практически не общаемся. Ну, очевидно, видимо, успех не настолько значительен, чтобы он мог об этом публично говорить. Видимо, что-то пошло не так, как он планировал, поэтому сегодня мы все еще ждем и готовы к тому, что эти работы будут вести какое-то время еще. Поэтому я не скажу, что я прямо положил все карты на стол и поставил на Канаварю все ставки, поэтому я поучаствовал в его работе в качестве болельщика, какого-то человека, который о нем рассказывал. Я сейчас занимаюсь своими собственными разработками, которые также помогут улучшить жизнь людей, но, конечно, не по медицинской части, а больше по части технологий, робототехники и программных комплексов. Да. У меня еще есть такой завершающий вопрос в этой теме. Когда ты все-таки понял, насколько я понимаю, почему ты перестал быть претендентом номер один, потому что его стало финансировать больше государства Китай, да? Да. И, естественно, он должен был выбрать из китайцев кого-то в претенденты. Вот когда ты узнал об этом, было ли тебе там досадно, обидно или нет? Мне совершенно не было досадно, потому что у меня никогда не стояла цель быть первым, а у меня стояла цель довести эту работу до какого-то успешного этапа, когда можно было бы об этом говорить в качестве какой-то новой веки в медицине, новой веки в методах лечения. То есть я считал свою работу на тот момент завершенной, и мне казалось, может быть, даже к лучшему, что технология будет отработана до того, как я приму участие в этом непосредственно сам. Я предлагаю переходить тогда к другой теме, к теме программирования. Каким образом ты вообще пришел в программирование? Как ты выбирал себе профессию? Я получил образование бакалавра еще в России, наверное, 15 лет назад. Но, к сожалению, с тех пор практически ни дня не работал непосредственно с кодом до момента прибытия сюда, в Штаты, потому что у меня была работа, связанная сначала с дизайном, потом с компьютерной графикой анимацией, и потом я ушел немножко в руководство проектами. То есть это было руководство стартапами, какой-то частью работы в разработке ПО для роботов. Поэтому непосредственно к коду я имел отношения мало все это время. Но мир IT таков, что ты находишься постоянно в процессе самообразования. Ты читаешь о достижениях, читаешь о том, что происходит вокруг, таких вещей, как блокчейн, машин-лёрнинг, искусственный интеллект, о том, какие новые языки программирования появляются, какие языки проще для вхождения в индустрию. И, конечно, находясь на гребне вот этой информации, ты достаточно гибко можешь менять свою деятельность, потому что если тебе не хватает опыта или знаний в чем-то, у тебя всегда гугл, ты можешь посмотреть, ты можешь почитать и достаточно быстро войти в работу в какие-то проекты, где твоих знаний уже достаточно. Так произошло со мной здесь, в Штатах, когда я пришел в команду, которая занимается разработкой системы для распознавания эмоций, которая позволит психологам, психиатрам лучше взаимодействовать с их пациентами, с людьми, которые к ним обращаются за психологической помощью, для того, чтобы удерживать их внимание, для того, чтобы удерживать контакт между обращением и пациентом. И все мои знания, которые у меня были до этого по компьютерной графике, они вполне успешно здесь пригодились и пригождаются, и для меня не было новым значительная часть того, чем я занимаюсь здесь. То есть я достаточно плавно вошел в работу, я получаю сейчас образование ровно то, которого мне не хватало раньше для того, чтобы заниматься той деятельностью, которая необходима сегодня. То есть это разработка программных комплексов и роботов. Мы здесь это делаем на практике практически каждый день, поэтому я очень рад, что есть такая возможность. А как ты оказался в Майами, в Флориде, Атлантике Университи? В моей жизни был период, когда я понимал, что мне, наверное, не хватает немного каких-то глубоких технических знаний, которые могли бы меня вывести на передовую, скажем, науке, для того, чтобы заниматься в том числе робототехникой и бизнесом, конечно же, чтобы уметь самостоятельно продвигать свои стартапы, искать под них финансирование. И я провел, знаешь, работу, которая заняла примерно год по поиску университета, по тому, чтобы сдать все необходимые экзамены, типа TOEFL, GRE, GMAT, для того, чтобы поступить. То есть я ездил в Москву в три утра, в снег, для того, чтобы сдать эти экзамены. И вот откликнулся университет, в котором мы сегодня находимся, в Флориде, Атлантик. Меня пригласил профессор, у которого есть своя лаборатория, для того, чтобы я мог заниматься здесь теми исследованиями, которые я уже начал делать в России. То есть это исследование по машинному обучению, по компьютерному зрению и применению этого в робототехнике. Это была длинная работа, потому что у меня была переписка, наверное, с 50 преподавателями до него. Я каждому из них рассказывал о том, кто я такой, что я делаю, показывал презентацию. Еще было сложности, что западные университеты открыты к тому, чтобы кто-то получал PhD-образование, и под это много грантов здесь. Но у меня еще не была завершена степень магистра, и это была дополнительная сложность на пути сюда, потому что пришлось найти человека, который был бы готов предоставить какие-то условия для того, чтобы именно магистр мог учиться здесь за счет лаборатории. Я хотела бы вернуться немножко снова назад в Россию. Как происходила твоя учеба в университете? Вот обычно, всем известно, что для людей с ограниченными физическими возможностями в России приходится туго. Тоже не перемещаться, транспорт не устроен и прочие-прочие другие вещи. Ты закончил университет. Каким образом? Более того, я в России еще много переезжал, сменил несколько школ, и я очень признателен своим родителям, потому что они никогда не опускали свои руки в том плане, чтобы дать мне образование, которое я смог бы каким-то образом зарабатывать себе на жизнь. То есть мой диагноз был известен достаточно рано примерно, когда мне было еще годик, наверное, и большое количество усилий отец и мать предложили к тому, чтобы у меня были, ну, если не лучше, то преподаватели, с которыми я мог находить общий язык, которые меня бы понимали хорошо, которые я понимал бы. Конечно, обучение в основном было надомное, то есть преподаватели, учителя приходили домой в квартиру несколько раз в неделю для того, чтобы объяснить тему, принять какие-то контрольные работы. Первым делом, конечно, был выучен английский язык, потому что английский является основой всего и в IT, и в науке, и где угодно. И классы уже примерно с 10-го, с 11-го, когда мне появился компьютер, я плотно занялся, ну, если не программированием, то в целом вхождением в мир IT, в графику, в администрирование, в операционные системы, в алгоритмы. Поэтому какая-то часть, значительная часть моего образования скорее относится к самообразованию, потому что с появлением интернета, с появлением представления о том, что происходит в мире, о том, что практически все можно выучить самому сегодня с помощью YouTube, бесплатных библиотек, каких-то открытых open-source комьюнити. И вопрос образования сегодня больше вопрос скорее самодисциплины, чем денег или присутствие в каком-то месте. И желание и понимание, для чего тебе это образование нужно. Я прекрасно понимал, что образование – это то, что меня может привести к тому, чего мне хотелось. Это к участию в каких-то высокотехнологичных проектах, связанных либо с роботами, либо с космосом. И поэтому в эту сторону я копал достаточно рано. Какие твои любимые и, на твой взгляд, самые полезные ресурсы для изучения программирования, да, или каких-то конкретных областей, может быть? Где ты сейчас черпаешь основную? Ну, кроме YouTube, на котором я положу довольно много времени, я могу отметить, что есть большое количество онлайн-курсов, большое количество, в том числе, интерактивных приложений, которые позволяют либо в режиме тестов, либо в режиме игры понять какие-то простые основы, да, то есть основы алгоритмов, основы языков программирования. Это приложения типа Solar Learn, они бесплатные, они есть под всем обильной платформы, под браузер, то есть сегодня можно, наверное, составить список и передать тебе его, чтобы ты не сделал в комментариях или в ссылках под видео. Те ресурсы, которые я для себя лично отобрал, и которых я придерживаюсь в том, чем я занимаюсь сегодня. Расскажи, пожалуйста, о том, как твоя болезнь, она влияет на твою работу. Ну, наверняка же ты наблюдаешь за тем, как, например, состоит рабочий день у твоих коллег. Есть ли какие-то отличия у тебя? Если ты говоришь в целом, в моей жизни, да, я стараюсь работать по большей части из дома, это такая привычка еще из России, потому что в России я начинал работать из дома прямо сразу на другой город, то есть из Владимира на Москву, через интернет. Я практически никогда, наверное, не был в офисе компании, в которой я работаю, по многим причинам, потому что, во-первых, сложности в транспорте, как ты говорила, зимой – это еще и сложности с климатом, то есть постоянно здесь снег, много нечищенных дорог, поэтому работа из дома стала для меня каким-то основным времяпровождением, привычкой, и я, в общем, считаю это комфортным, удобным. Кто-то находит сложности в том, чтобы как-то себя регламентировать, дисциплинировать. Я. Да, я работаю из дома. Мне, наоборот, помогает, потому что я всегда нахожусь рядом с кофемашиной, там еще чем-то, что мне помогает, и могу уделять время семье в том числе. Что касается работы именно здесь, в США, я могу сказать, что практически все публичные места, офисы, конечно же, здания университета, они на 100% адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями в мелочах, то есть настолько в мелочах, что тебе даже не приходится думать о том, как открыть дверь. Рядом с дверью есть большая кнопка, на которой ты нажимаешь, дверь открывается, и ты заезжаешь на кресле, у тебя есть время. Такие мелочи на каждом шагу, это и шрифты Брайля на стенах, и большие просторные туалеты, что немаловажно, также, опять-таки, в каждом здании, в каждом магазине, в каждом офисе. Это, безусловно, делает работу здесь возможной для всех категории граждан, комфортной, спокойной. То есть, мой рабочий день выглядит примерно так. Я просыпаюсь, наверное, где-то около 8 утра, сажусь за компьютер, либо еду в университет. Здесь в университете есть лаборатория, в которой я провожу какое-то время. Совершенно без каких-либо отличий от других студентов, от других преподавателей, мы делаем общую работу, мы пишем код. К счастью, мой диагноз позволяет мне управлять руками сегодня, то есть, я не использую голосовые помощники, использую обычный компьютер с мышкой, то есть, в этом плане у меня проблем. И я с большим удовольствием провожу время столько, сколько потребуется либо в офисе, либо в лаборатории, и потом что-то еще делаю дома в выходные. Ты сказал, что в России ты почти всегда, точнее всегда, работал удаленно из дома. Сейчас это, правда, мечта для многих людей работать либо там из другой страны, иметь возможность путешествовать. Ты профессионал в области нахождения удаленной работы. Расскажи, как это происходило. Как ты вообще искал работу удаленную? Вообще, я могу сказать, что для меня никогда не работали сайты по поиску работы. То есть, размещение вакансии, размещение резюме, размещение отклики на вакансии практически никогда не приводили ни к интервью, ни к чему-либо интересному. Я не знаю, по какой причине. Может быть, у меня недостаточно отточенное резюме. Тем не менее, общение в среде людей, которое для меня было интересно в тот момент времени, приводило к тому, что появлялись знакомые, появлялись какие-то контакты, и у этих контактов всегда находились проекты, в которых мне было бы интересно участвовать. То есть, по Москве получилось так, что буквально мой друг был знакомым человеком, который искал кого-то, кто мог бы заниматься 3D-графикой для образования. Мой друг знал, что я люблю 3D-графику, я плотно ее изучал еще в университете, потом самостоятельно. И просто вот когда ты общаешься с людьми, когда ты говоришь о том, чего ты хочешь, что ты делаешь, к чему ты стремишься, как-то так получается, что во вселенной находится отклик, и он срабатывает, и ты соединяешься с тем, кто к тебе заинтересован. Есть такое мнение, и оно, наверное, в какой-то степени правда, что люди в России недостаточно терпимы. Были ли когда-нибудь твои физические ограничения препятствием для того, чтобы получить работу ту или иную? Начнем с того, что в принципе в России в то время, когда я начинал, было совершенно не принято работать удаленно, тем более полный рабочий день. Это сегодня есть биржи фриланса, есть уже какая-то привычка к тому, что есть люди такого плана, которые способны дисциплинированно работать из дома. Но тогда это было большой проблемой, и даже наверное ничто и речи о том, чтобы каждый день в инвалидном кресле куда-то перемещаться, где-то что-то делать, поэтому было ли это препятствием? Конечно, это было препятствием, потому что даже поговорить с человеком, который вынимает тебя на работу, могло быть проблемой. Что в него сегодня? Ну, к счастью, сегодня современные коммуникации позволяют этот барьер совершенно убрать, ты никак не лимитирован ни своим городом, ни своей страной для того, чтобы делать то, что тебе интересно. поэтому главное сегодня, мне кажется, это общаться, заниматься тем, что тебе интересно, находить таких же людей, которым интересно примерно то же самое, и как-то конвертировать это в взаимоинтересные проекты. Хотелось бы опять же еще немного поговорить о теме вот такой перекрестной твоей работы, да, и о том, что у тебя есть физические ограничения. Расскажи, есть ли при поиске работы сообщаешь ли ты заранее, что у тебя есть такие ограничения? Нет, я об этом не сообщаю заранее, я пытаюсь человека заинтересовать своего опыта, своими знаниями, выйти с ним на контакт, на диалог, и уже потом как-то обсуждать особенности работы, потому что, на мой взгляд, то, чем я занимаюсь действительно может быть независимо от места, независимо от географического расположения офиса и посетового рабочего места, то есть тогда уже может подговариваться о условиях работы, об удаленной работе, либо о работе в офисе какое-то ограниченное количество дней в неделю, то есть когда люди уже в тебе заинтересованы, когда они видят, что ты можешь делать, они видят твой опыт, видят твои знания, твою мотивацию, тогда они, конечно, уже готовы с тобой обсуждать, как ты это будешь делать. А твои коллеги, вот какова у них была реакция, была ли какая-то вообще реакция? Ты знаешь, здесь, в Штатах, реакции нет практически никакой, то есть даже если люди как-то узнают меня на улице, они здесь немножко другой менталитет, то есть люди воспитаны, и самое большое, что можно ожидать, это к тебе очень вежливо обратиться, ну, знаю ли тебе помощь, то есть все у тебя окей, то есть может быть открыть дверь, либо там что-то подержать, либо что-то помочь за их транспорт, но никакой другой реакции я здесь не встречаю, здесь очень открытое, дружелюбное, приветливое общество, и уж тем более нет никакой особой, никакого особого отношения в учебной среде, либо среди коллег. Безусловно, здесь есть отдельные условия для людей, которые как-то ограничены физически, то есть мы можем, например, воспользоваться возможностью сдавать экзамены какое-то более длительное время по сравнению со всеми, потому что сложно писать, например, и ты можешь потусить экстеншн на 30 минут, то есть все сдают час 30, ты сдаешь два часа, вот это вот вся разница в подходе к disabled в отношениях. А что ты ценишь в коллегах-инженерах? Вот какое для тебя важное качество коллега? Здесь я ценю прежде всего очень практический подход, то есть даже несмотря на то, что мы находимся в университете, здесь в первую очередь думают о том, насколько полезной деятельностью является то, которую они исследуют, как они будут применять в реальной жизни, и коммерциализация начинается если не с первых этапов, то очень-очень скоро, и это как-то позволяет лучше ощутить свою причастность к тому, что делаешь, реальность того, что делаешь, востребованность, актуальность, поэтому в этом плане я ценю, наверное, такой практичный, прагматичный подход к тому, что каждый лично заинтересован в результатах работы. А как ты считаешь, опять же, какое самое важное качество для профессионального развития? Почему я спрашиваю? Потому что действительно ты добился уже очень многого в карьере о том, что возможно тебе сложнее, чем остальные. И вот в чем секрет? Я не думаю, что есть какой-то особый секрет, я по себе могу судить, что меня сюда привела, наверное, в первую очередь любознательность, потому что, будем говорить прямо, у меня все было достаточно неплохо в России, я себя комфортно чувствовал, у меня отличная работа была. Но мне было интересно, можно ли достичь чего-то большего и что нужно для этого сделать, и насколько далеко можно пройти с тем стремлением, желанием, которое есть у меня. Пока я не вижу границ. Главным качеством для наверное любых людей, которые готовы заниматься разработками, готовы заниматься дизайном, это желание оставаться любознательными, желание учиться чему-то новому постоянно. Это не требует каких-то ментальных усилий, это входит уже в каждодневную привычку, на самом деле. Ты не можешь свое утро начать с чего-то не связанного с новостями, не связанного с новыми разработками, не связанного с новыми релизами программного обеспечения. Поэтому это быстро становится частью жизни, но на первых этапах именно любопытство, желание понять, как работают те или иные вещи, оно очень важно. Любопытство, да, это действительно важно. А вот бывают ли, ну, абсолютно у всех людей, бывают плохое настроение, депрессии, какие-то профессиональные упадки, бывают ли у тебя? Как ты с этим борешься? Конечно, они бывают. Бывают даже связаны с тем, что что-то может не получаться, что-то может идти сложно, может даже люди, которые с тобой работают, могут на какое-то время разочаровываться в том, что ты делаешь. Но это и мотивирует, потому что как только ты понимаешь свои ошибки, как ты понимаешь, что привело тебя к этой проблеме, как только ты хочешь ее решить, находится масса вариантов о том, как это сделать оптимально, как это сделать с меньшими потерями. И в итоге все оборачивается еще большим уважением, еще большей поддержкой, в том числе и среди коллег, и среди друзей. Но, знаешь, прежде всего, мне кажется, важно быть занятым постоянно, чтобы не было времени на грустные мысли, либо этого времени было очень мало. То есть, как-то так. Часть моей аудитории, я думаю, что довольно внушительная, это люди, которые либо только присматриваются к программированию, либо они находятся в самом начале пути. Часто они мне задают вопросы о том, как войти в войти. Дай какие-то советы с высоты своего полета. Слушай, на самом деле, самый главный совет это понять, что никакой высоты не существует. У всех людей примерно одинаковые способности, ну, плюс-минус, да, которые позволяют выучить любой язык, понять, как работает любое устройство, любой код, потому что это же все написано не инопланетянами, да, это все написано такими же людьми, как ты и я, и просто у них получу больше времени, чтобы в этом разобраться, что-то сделать. Быстрее всего начать понимать, что и как происходит, это взять какой-то небольшой свой проект. Вот конкретно мой проект для меня, ну, одним из первых, наверное, был в программировании написание кода, это распознавание и отслеживание какой-то конкретной части лица, данное изображение, то есть уже отслеживая эту часть лица, я мог применять какие-то функции, анализы для того, чтобы делать выводы для машин лернига и так далее. И вот на самом деле это заняло порядка 15 строчек кода, на самом деле. То есть каждый может написать 15 строчек кода, это не высшая математика, это не какие-то глубинные знания, тем менее, это позволяет сегодня проекту двигаться вперед, получать какие-то гранты на развитие, то есть все это просто вопрос отсутствия страха сделать первые шаги. Ты упомянул о том, что у тебя были некоторые стартапы, расскажи мне. Проект был доведен до технологического совершенства, как мы это считаем, и сегодня он находится на этапе выхода на лернигу. Чем ты занимаешься непосредственно здесь, в университете? Как ты планируешь свой день, то есть какой-то короткосрочный и долгосрочный, например, если ты хочешь выучить какую-то технологию. Очищение этого списка, удаление ставят, знаешь, оно вообще классно мотивирует. Я обожаю ставить галочки, когда выполняю какие-то дела. Планируешь ли ты возвращаться в Россию? Ты в меньшей степени думаешь о себе, почему так и откуда берется такого рода мотивация? Мотивация.